Позиция. Гражданин Армении имеет право на собственную позицию. Погодневные и очень тяжелые темы для всех нас, на темы, которые нас всех касаются ежедневно. Сегодня мы обратимся к медицинским проблемам. Но в данном случае это проблемы несколько иного свойства. Касаются они не нашей повседневной жизни и бегать не по поликлиникам, а решению Минздрава закрыть некоторые медицинские учреждения в связи с тем, что они нерентабельны. Лично для меня слово «рентабельность в здравоохранении» как минимум смущает, потому что здравоохранение и здоровье нации, по-моему, превыше всего, и рентабельность здесь должна отходить на второе место. Но таковы реалии нашей жизни. У меня сегодня в гостях Канар Гоня, начальник управления охраны здоровья матери и ребенка. Здравствуйте. И Канар Гоня, начальник отдела политики вне больничной медицинской помощи. Можем перейти на армянский язык в любой момент, когда вам это будет удобно. Итак, достаточно большой шум наделала информация о том, что два медицинских учреждения будут закрыты. Это Ошаканская больница и поликлиника, спецполиклиника, которая находится в Ереване, и которая занимается студентами и спортсменами. Если вы позволите, начнем с Ошаканской больницы. Я вот смотрел данные, которые были представлены в правительство, ну и по одному из пунктов никак не сходится информация о том, зачем закрывать эту поликлинику, потому что она не убыточная. Так зачем ее надо было, эту больницу детскую, закрывать? Саня Рубзян, во-первых, хочу сказать, что это не больница, а это реабилитационный центр санаторного типа, скажем так. По идее, учреждение достаточно имеет больших объемов, то есть в состоянии принимать намного больше детей. Однако, в связи с тем, что ресурсы на эту программу не безграничны, а детей много, которые нуждаются в лечении, в детский санаторий или, скажем, реабилитационный центр Ошакан ежегодно принимал около 100-100 детей и приблизительно столько же мам, которые выхаживают этих детей, потому что это учреждение, где государство оплачивает не только за лечение детей, а также за расходы на проживание в этом учреждении родителей тоже. Но, конечно, это дети, которые на колясках, дети, которые маленькие, это дети, которые нуждаются в индивидуальном уходе. То есть, по идее, Ошаканский центр – это бывший детский санаторий, очень давно это, конечно, было, где находились дети с умственной отсталостью, с опорно-двигательными нарушениями. И со временем, после, скажем так, распада Советского Союза, это учреждение вообще-то превратилось в дом ребенка. Там оставляли детей надолго, на несколько месяцев, иногда годами не забирали. И была идея, чтобы создать реабилитационный центр, который может оказать современную помощь реабилитации детям, которые в основном – это опорно-двигательный опор, это дети с детским церебральным параличем, это дети очень тяжелые, нуждающиеся в спецуходе и в реабилитации. Но дело в том, что если я уже, почему я вас говорю, если вы помните, потому что наше сотрудничество с вами началось достаточно давно, в начале 90-х. В системе здравоохранения было 12 детских санаторий, и вот процесс приватизации началось с детских санаторий. И детских санаторий, которые больше всего дети, может, и отдыхали, нежели нуждались в лечении. Из всех этих санаторий практически остался после приватизации туберкулезный санаторий Дилижана и ушаканский детский санаторий. И единственное еще термок, который был приватизирован, но продолжает оказать услуги. Давайте мы не будем уходить в 90-е. Давайте вот сейчас. Что происходит в Ушакане? Я хочу объясняю, почему процесс приватизации, как бы, скажем так, оптимизации было начато достаточно давно. Ушаканский детский санаторий превратился в детский реабилитационный центр. Куда, как уже сказала, поступали дети с данными патологиями. Возможности бюджета и возможности инфраструктуры этого учреждения в 10 раз расходятся. В реалии этих больше, чем мы могли там детей организовать реабилитацию, не было на самом деле. И поэтому условия Ушакана чем дальше, тем ухудшались. То есть там есть огромный целый корпус, который давно уже не функционирует. Лечебный корпус, который очень нуждается в, как скажем так, реструктуризации, в ремонте, в оборудовании тоже не самое из последних современных. И вот, когда был уже начат процесс оптимизации системы, нашей всей системы, в этой новой команде, которая работает, я хочу быть очень честным, мы долго-долго думали, как быть с Ушаканом, как делать так, чтобы там были возможные инвестиции, чтобы были вложения, чтобы его ремонтировать, но мы никак не находили других ресурсов. И, конечно, в итоге пришли к выводу, что те, 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 которые там лечатся, нужно организовать. Есть альтернатива, куда могут эти дети пойти лечиться. И в более лучших условиях, чем на самом деле Ушакан. Хорошо, у нас также с нами Ирина Данилян, адвокат службы Юрис-24. Юрис-24 это потрясающая новая инновационная служба в Армении, благодаря которой любой человек сегодня, приобретя определенный пакет, может позвонить и получить юридическую помощь. Спасибо, Ирина, что вы с нами. Ирина тоже будет помогать нам. И когда появляются казусы, связанные с юридической составляющей, она нам в помощь. Вы сказали, что вот 100 детей, которым мы можем помочь и сделать так, чтобы им было лучше. Сколько врачей работало или работает в этом Ушаканском санаболе? Вы знаете, в Ушакане врач-реабилитолог один. Главврач тоже врач-педиатр, административная часть. И невропатолог детский, который тоже по совместительству. Скажем так, с высшим образованием медицинским вот эти основные врачи. Со всей Армении туда детей привозили? Или это только касательно регионального? Нет, это резинка из мюрканского значения. Поступали туда дети со всей Армении. Если быть честным, в основном одни и те же дети. Чаще всего поступали туда. Которые уже привыкли к этим условиям. Что с ними будет? Они лечатся. Часть из них лечился уже в Коши. По месту, как говорится, нахождения мы называем Коши Гендрон. В реале это называется «Анна и Арминак Хадывусян Нерихимна Драмы» учреждение. Это учреждение, медицинское учреждение, которое имеет отсек по реабилитации детей. И есть аутфейшн, амбулаторно-поликлиническая часть. Условия в этом учреждении. Это новое здание, очень хорошо ремонтированное, хорошо оснащено. Специалисты уже подобрали достаточно хороших. И было сказано, что все специалисты, которые захотят, могут работать с Кошей тоже. Отлично. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу. Это тоже реалии нашего современного мира. А потом вернемся и продолжим наш разговор. Радио Ванн. Реклама на Радио Ванн. Нас слушают креативные. Реклама на Радио Ванн. Реклама на Радио Ванн. Реклама на Радио Ванн. Для рекламы звоните 54002. Реклама на Радио Ванн. Разговор продолжается и во время рекламы. Скажите, пожалуйста, госпожа Саря Бекян, вот эти дети, все те 100 детей, которые сейчас перебрались в этот центр. Вы мне показали письмо. И те врачи и медицинский персонал в целом, они получат дальше возможность продолжать свою деятельность. Дети лечиться, а врачи их лечить. Потому что, я так думаю, опыт, который был наработан за эти годы, его выбрасывать нельзя. И насколько бы нехорош был тот центр, в который сейчас они перебрались, наверняка опыт этих людей, которых этих детей знают, он не просто необходим. Это еще русский язык. Да. 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 Нет. Да. Луч. Да. Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...